Закрытые двери, пустые офисы. Такая картина сегодня в большинстве пенсионных фондов Казахстана. Тысячи людей теперь ищут новую работу. Они стали не нужны после того, как правительство и Национальный банк приняли решение создать единый пенсионный госфонд. Такие резкие движения вызывают вполне понятную реакцию финансового рынка. Буквально убивается рынок частных участников и создаются единые государственные бюро, единый регистратор, единый пенсионный фонд. Нам очень важно понимать, какова вообще дальнейшая стратегия. Сами вкладчики пенсионных фондов открыто и массово не протестовали против создания единого пенсионного фонда. Не все частные фонды были успешны в управлении деньгами своих клиентов. Наверное, большинство казахстанцев устроило, что теперь фонд будет один – государственный. Экономист на пенсии Петр Свойк, говоря о ситуации с пенсионными накоплениями, упирает на главное. Если уж государство написало про себя в Конституции, что оно социальное, то пусть и если уж оно в законе о пенсионном обеспечении заставляет людей делать обязательные пенсионные взносы, даже не заставляет, а просто само через сборки забирает эти обязательные пенсионные взносы, то оно должно как минимум позаботиться о том, чтобы эта денежка не пропала. Пенсионная реформа 98-го года, когда Казахстан перешел от советской солидарной к накопительной, долгое время была одним из предметов гордости отечественных финансистов. Она отвечала курсу на строительство рыночной экономики, который теперь, похоже, меняется. В целом, пенсионная реформа – это возможность раз в 50 лет осуществить такую реформу. И очень, мне кажется, жалко, если государство обратно будет уходить в сторону государства, потому что, вы поймите, у нас очень сильные иждивенческие настроения. Желание видеть государство в этой роли очень большое. До 90% пенсионных накоплений теперь будет вложено в ценные бумаги правительства и нацкомпании. Управлять этими огромными деньгами будет Нацбанк. Здесь говорят, что это почти безрисковые инвестиции. Но с учетом инфляции на них ничего не заработаешь. Государство будет компенсировать уровень инфляции и, как в советское время, гарантировать всем стабильную маленькую пенсию. Продолжение следует...